Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Продолжаю отвечать на вопросы потенциальных инвесторов на покупку земельных участков в городе Норпорт. Я сам приобрел там участок недавно и планирую там строить дом. Считаю, что это наиболее интересный город для постройки дома и потом дальнейшей эксплуатации недвижимости. Можно ее продать, можно сдавать в аренду. Об этом у меня очень много есть видео на канале. Посмотрите, почитайте цифры, все очень подробно. Почитать можно на сайте. Дальше. Вопросы. Если рассматривать Флориду, это первый вопрос, Норпорт, насколько в этом месте распространены такие явления, как торнадо, ураганы, какие правила действуют, страхуют ли свои дома владельцы? Страховать дома можно, неважно, Флорида или Нью-Йорк, любой штат. По поводу ураганов, их значительно меньше происходит. Там, чем на Атлантическом побережье, потому что Флорида имеет два побережья, одно Мексиканский залив с красивым песком, где самые лучшие пляжи в Америке. Абсолютно все рейтинги смотрел. Везде пляж номер один написан, это пляж Сарасоти, на котором я снимал видео, где песок белый, и когда ты по нему идешь, он хрустит, как будто ты идешь по снегу. Там ураганов меньше, значительно меньше, но это природа, мы ни от чего не можем быть застрахованы. Все может быть, кто знал, что когда-то Сэнди будет, я уже жил в Америке, и полбок Бруклина затонула, и нижняя часть Манхэттена. Поэтому предсказали, что это было раз в сто лет. Поэтому предсказать ураган невозможно. Ну, можно застраховать. Опять же, дома, которые я предлагаю, чтобы наши инвесторы строили, они нужно строить из камня, капитальные, которые ураганом не будут снесены. Второй вопрос. Средняя температура, особенно летом, по вашему мнению, насколько она важна и комфортна для проживания? Хороший вопрос по температуре. Опять же, если сравнивать с Майами, то там намного прохладнее летом. Вот в Нурфорте, на том побережье, на западном побережье Флориды. И там растут, помимо пальм, и хвойные растения. Это как раз говорит о таком мягком климате, хорошем для проживания. Третий вопрос. Для проживания семей в этом месте, в этом городе, как правило, какие категории людей преобладают? Насколько много русскоязычных? В связи с тем, что дети, конечно, хотят видеть своих сверстников и из русскоязычных стран. Знаете, самый главный показатель присутствия русскоязычных людей в том или ином городе Америки, это наличие русских магазинов. И если русских магазинов много, то значит, там живет много русскоговорящих людей. Вот там три русских магазина для этого маленького городка. В Майами их, наверное, штук, ну может быть, 5-7 русских магазинов. Представьте, какой Майами большой, сколько там живет население. В этом большом городке, где всего живет меньше, чем 100 тысяч человек, три русских магазина, есть русские церкви. Ну, я говорю русские, там они вообще больше церкви украинские. Ну, русские, это имеется в виду, что там приходят люди, которые говорят на русском языке. Здесь все русские в Америке, ну так вот, как-то принято исторически, да, что даже человек, который из Средней Азии приехал, их тоже тут называют русскими, потому что если они говорят на русском языке. В Советском Союзе русский язык был государственный язык во всех странах, во всех республиках Советского Союза, поэтому большинство людей все-таки говорят на русском языке, даже молодежь, то есть рожденная вне уже Средского Союза, то есть уже после 91-го года все-таки. Может быть, говорят с ошибками, пишут с ошибками, но говорят. Ну, ладно, немножко отвлекся тут не о русском языке все-таки. Значит, вопрос, как видеть сверстников, ну, они, конечно, пучкуются. Я вот, когда мы были в последний раз в Норд-Порте, сидели мы в этом кафе, я там снимал русское кафе, очень классное кафе, и делают свежую выпечку, кофе, в общем, красивое место. И пришли девочки русские, видать, не знаю, школьницы, может быть, там выходные были как раз, они собрались, и они общались на английском языке. Но часть слов все равно у них проскальзывала русских, то есть видно, что там дети уже рожденные здесь, но в русских семьях. Поэтому вот они же как-то объединились и сидели все вместе, там несколько человек было, человек 8, наверное, сидели и общались. Поэтому, конечно, все пучкуются, конечно, все общаются. Ну, русские в этом городе есть. Но количество, хороший вопрос, я попытаюсь узнать ответ на этот вопрос. Есть ли такая статистика количества русскоговорящих именно в Норд-Порте? Наверное, есть. Дам отдельное видео по этому поводу. При покупке участка, насколько оплачивается налог, если сравнивать по размеру участка, например, 10 соток, 15-20? Налог это 2% от стоимости годовой, до 2%, от 1,5 до 2%. Поэтому чем дороже участок, ну, значит, конечно, если он 20 соток, если он 2 раза дороже, ну, или 1,5 раза дороже, чем 10 соток, значит, и налог будет больше. Поэтому налог платите раз в год, можно платить по квартально. Следующий вопрос. Насколько можно, насколько много пресных водоемов в округе, из которых можно купаться? Я не знаю, в каких водоемах еще можно купаться, кроме вот этого знаменитого минерального озера, где там излечают все болезни, и, конечно, реклама очень хорошая в озере. Я на самом деле верю отчасти, потому что, ну, понятно, что если там такое количество минералов собрано, то у них есть целебные свойства, и с 1500 какого-то года еще там люди Колумба его открыли, там книжка продавалась на входе, я специально полистал на английском языке, но то, что вначале прочел, и это озеро из года в год туда ездят люди, и постоянно приезжают с разных регионов и стран, не только из Америки. Поэтому там точно купаться можно. Что касается других озер, я думаю, что они есть, но я не знаю. То есть я должен уточнить, но есть озера для рыбалки, это точно, и каналы, они пресловодные, и там рыбачат, и можно даже купить участок на канале, выезжать на своей мини-яхте, и потом по этим каналам проплыть прямо в заливы, в Алантический океан. Так люди делают. Ну, зачем вам, в принципе, озера нужны, если там лучшие пляжи и океаны шикарные, поэтому не знаю, нужно ли купаться в озерах. Какой налог на дом? 3-4 спальный дом в год, и какие платежи платятся в месяц? Какой чек выходит летом за электричество воды? Ну, смотрите, опять же, оценка дома. 200 тысяч, значит, налог будет у вас равняться 2%, ну, вот считай, 4 тысячи будет налог годовой на дом. Ну, там есть налоги, я смотрел дома, там, за 3 тысячи налогов, получается. Значит, как-то оценивают, там, это кадастровая, да, в принципе, то же самое, как в России, кадастровая оценка. Я сделаю отдельное видео по налогам, просто вот прям покажу несколько домов, Зилову открою и покажу налоги, все увидите, на какой дом, какой налог. Опять же, зависит от размера дома, то есть, если дом большой, двухэтажный, налог будет больше, да, дом дороже. Все, как бы, обосновано. Какой чек выходит за электричество и воду? Небольшой чек, я спрашивал, порядка 150 долларов, коммуналка, ну, там, с интернетом, там, 200, около 200 долларов все это выходит, поэтому я считаю, что это очень приемлемая цена, там, в некоторых городах России дороже за электричество, бабушки платят при нищенской пенсии. В этом месте какое назначение имеет земля, если сравнить с Россией? Ну, трудно так сказать, как бы, там, здесь нет такого, как дачи или, там, ИЖС, то есть, вот, то же самое, синонимы нельзя применить. Есть земля, которая для коммерческого использования, для промышленного использования, есть рекреационные парки, есть жилищное строительство. Это земля, жилищное строительство, но я не думаю, что это все абсолютно, вот, идентично российским законам, конечно, что-то похожее, я думаю, может быть, в России есть какие-то категории земель, которых здесь нет, поэтому, конкретно, по этим землям, это жилищное строительство, и там нельзя строить в заводе какой-нибудь личной, нужно только дамаскивать. При покупке земли и строительстве дома, каким образом идет оплата? Шел разговор, что банки заплатили документы по происхождению средств. Бывает такое, что банк может это запросить, но вот при последних общениях с банками нам этот вопрос не задавали, поэтому, как бы, происхождение средств. Все очень индивидуально. Дальше, каким образом идет оплата? Оплата идет, если вы иностранный гражданин, должен заплатить, там, 30-40% в зависимости от банка, от условий банка, и под остальное вам уже выплачивают, да, либо строительные компании на прямое платят, либо, если вы, например, покупаете дом, может быть, кто-то хочет купить дом готовый, то сразу к собственнику. Девятый вопрос и последний. Ну, какое длинное видео у нас получилось. Данное место больше является неким подобием курортного города или все-таки относится к обычным местам, где живут и работают? Это обычное место, где живут и работают. Это не курортный город. Там очень много пенсионеров туда переезжает жить. Вот для людей, которые хотят, например, работать с сиделками с пенсионерами, то есть там выгуливать их, ну, вот есть такая работа в Америке очень популярная. В частности, например, мама моей жены, она работает на этой работе. И стабильно получает заплату. Всегда востребованная профессия. То есть туда можно ехать, на самом деле, потому что пенсионеров там много, и работа будет. Много школ, молодежь тоже присутствует, раз школ много строится. Можно просто вот по школам даже понять, по количеству этих школ, на количество людей, которые там проживают, сколько там молодежи. Колледжи сейчас там два больших строятся. То есть это обыкновенное место, где живут белые американцы. Там преимущественно белое население. Но рядом близко шикарные курорты, шикарные пляжи. 15 минут, и вы на пляже, на машине. 15 минут ты едешь по хорошему хайвею, красивые рядом магазины, рестораны. То есть это не какой-то гравитий надо ехать, трястись, чтобы там до пляжа доехать. Так что я, например, влюбился в это место. Мне оно очень понравилось. И жалею, что раньше мне о нем никто не говорил. Я не воспринимал вот как-то ту сторону Флориды. И это моя ошибка, я считаю. Хотя многие люди говорили, что ты знаешь, а мне больше нравится там. Я говорю, ну как, Майами, класс. Это же океан. А там тот же самый океан, только еще чище и песок белее. Поэтому вот так вот. Не вовремя я туда поехал. С опозданием на несколько лет. Ну, будут вопросы, пишите, звоните. Плюс 1-347-265-6186. Это очень хороший способ положить деньги. Беспроигрышный вариант. Вот есть люди, которые не любят рисковать. Вот если не любите рисковать, и хотите гарантированно, чтобы ваши деньги были сохранены, это Норпорт и покупка. Там земли и строительство дома.